Детское радио представляет Живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я изучаю животных и растения А теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории Давно дело было, в 18-м столетии После императрицы Екатерины II Русский престол занял ее сын Павел I Был он человеком чудаковатым, капризным, как большой ребенок И, может быть, именно поэтому он так и норовил отменять матушкины указы и придумывать свои А надо тебе сказать, что одним из крупнейших екатерининских проектов Было строительство морского порта в городе Одессе Павел, естественно, стройку свернул, что повергло в уныние всех одесситов, особенно купцов Только они обрадовались Все флаги нынче в гости к нам А тут, ну, как в старину говорили, вот тебе бабушка и Юлья в день Стали они наводить справки Что за характер у нового государя, что за слабости И совершенно случайно узнали, будто Павел I с детства обожает апельсины Правда, были они в то время очень дороги Вот и решили купцы одесские скинуться на сюрприз императору Когда Павел увидел, как подкатила к дворцу огромная телега с горой оранжевых плодов То обрадовался, как малое дитя и, не глядя, подписал указ о строительстве порта Вот так апельсин решил судьбу города За этому недавно в Одессе поставили памятник Да-да-да, огромный памятник фрукту Бронзовый апельсин А несколько позже в его чести целый город под Петербургом назвали Ораньенбаум Ораньен – оранжевый, оранж по-английски Это и есть апельсин И цвет в честь него оранжевый назвали, стал быть, апельсиновый И слово оранжерея тоже оттуда Вот именно из-за оранжереи с апельсинами, что понастроил светлейший князь Меньшиков И назвали город Ораньенбаум Кстати, вот ты никогда не задумывался, откуда такое название – апельсин? Первая часть ничего не напоминает апфель или эпл? Ну, правильно, яблоко А син? Син – так звучало слово «китай», то есть получается китайское яблоко А вот, между прочим, ученые до сих пор ломают голову, откуда оно взялось, вот это китайское цитрусовое произведение Ну, ясно, что вывели его искусственно, путем гибридизации Вот что-то там, прививали мандарину, переопыляли его с другими культурами Но что именно? Одни гипотезы Так что диких апельсинов нет Есть только одичавшие Я это понял, когда, ну, еще будучи совсем молодым человеком, впервые оказался в теплых странах В Испании Меня прям-таки потрясали апельсиновые деревья, которые росли в Барселоне повсюду Как у нас липы И вот однажды, рано утром, когда никого на улице не было, я сорвал вожделенный оранжевый плод С трудом счистил неподатливую шкурку, сунул в рот дольку и... Ну, было такое ощущение, что в рот мне прыснули едкую кислоту, перемешанную с ожгучим перцем Вот тогда-то я на всю жизнь запомнил, что дичками бывают не только яблоки Однако, если ты будешь выращивать дома апельсин не для красоты, а для интереса То можно посадить в горшок самую обычную косточку Только учти, что первые цветки в этом случае появятся не раньше, чем лет через... Ага, 13-15 Вот посчитай, сколько тебе-то тогда будет Вот-вот Так что лучше купить саженец какого-нибудь подходящего комнатного сорта Требования к апельсину, как и к большинству его цитрусовых родственников, такие Хорошая богатая почва, подкормки весной и летом, частые опрыскивания водой из пульверизатора И никаких подкормок зимой В это время дереву потребуется прохладное место А почва в горшке должна быть только чуть-чуть влажноватой Зато когда твой апельсин зацветет Райский аромат наполнит всю комнату Недаром во Франции оранжевые деревья выращивают для парфюмеров Не ради плодов, а ради ароматных цветков, из которых делают знаменитые духи А в Испании из апельсиновой кожуры получают топливо для автомобилей Этанол 37 миллионов литров в год Вот представляешь, сколько для этого апельсинов нужно почистить Вот жаль, прощаться пора Ведь про апельсины можно очень и очень много интересного рассказать Так что до новых встреч и до новых историй, дружок Живой уголок